Сегодня создатели первой мультиязычной социальной сети godudu.com провели пресс-конференцию, на которой рассказали об уникальности проекта. Пользователи ресурса, говорящие на разных языках, смогут общаться друг с другом, не зная языка собеседника. Об этом сюжет Мурада Магомедова. Фейсбук, одноклассники, ВКонтакте. Для кого-то социальные сети – часть жизни. Муслима Бекмурзаева найти в интернете несложно. Вводишь в интернете имя и фамилию, и на экране тут же появляются данные. Совсем недавно он создал страничку и на сайте godudu.com. Товарищ мне скинул ссылку по электронной почте. Новый сайт какой-то, социальная сеть дагестанская. Заинтересовало то, что дагестанская. Зашел, симпатичный сайт такой. И то, что интересно, много людей зарегистрировано. Даже нашел несколько знакомых, товарищей. Это первая мультиязычная социальная сеть. Тут люди со всего мира могут общаться без преград. То есть русскоговорящий человек набирает сообщение на родном языке и отправляет. А американец получает это письмо уже в английском переводе. В Фейсбуке нет системы переводов текстов, литературных. Когда собеседники между собой на разных языках говорят, они не могут понять друг друга. Нужен один коммуникационный язык. В основном выбирают английский. Вот основное отличие. Сейчас сервис переводит сообщение только на английский. Разработчики утверждают, что уже скоро языков общения станет намного больше. Это и арабский язык, это и турецкий язык и так далее. Более 11 языков планируется в течение, я думаю, года. Беспрепятственное общение стало возможным благодаря системе перевода на основе искусственного интеллекта. Она разработана специально для этого сайта. Программа сама подстраивается под язык пользователя. Будь то литературный, разговорный или жаргон. Письмо переведут так, как хочет юзер. Система запоминает и добавляет в базу данных новые слова и выражения. Сама идея этого движка, она может быть использована не только в социальной сети. Сегодня социальная сеть GoDudu – это та площадка, где он, как говорится, сегодня получает свое развитие. Одно из преимуществ GoDudu в том, что он очень шустрый. Его аналоги в Facebook, ВКонтакте и Однокласснике в быстродействии уступают. Приятной мелочью стал сервис Dudu Radio. Теперь во время общения с друзьями можно слушать онлайн-эфир. На сайте всего представлено 28 станций на любой вкус. И даже это не все. Страничка пользователей легко взаимодействует с профилями в других социальных сетях. Дагестанским проектом занимаются около 2000 человек. Многие живут в США, Австралии и в странах Европы. Штаб-квартира GoDudu находится в Дубае. Там над сайтом работают около 100 лучших IT-специалистов. Аудитория интернет-портала через 6 месяцев должна вырасти до 5 миллионов. И при этом главное, чтобы серверы выдержали нагрузку. Мы можем специальными программными средствами нагружать сервера. Мы уже проверяли и в тесте показало хорошую надежность. То есть сервера не падают и все в порядке. У социальных сетей, в Facebook, ВКонтакте были проблемы. И они в своих блогах всегда писали, как они выходили из этих сложных ситуаций. Мы, естественно, их опыт тоже будем перенимать. Всех пользователей интересует один вопрос. Что значит GoDudu? Ответа журналисты не услышали даже на пресс-конференции. Рассекретить информацию о названии обещали лишь на официальной презентации сайта. 7 апреля в Русском театре. Мурат Магомедов, Селим Таджибов, Мурат Касумов. Время новостей. Дагестан.